Любименькие, продолжаем нашу с вами беседу. Сегодня мы уезжаем из этого восхитительного отеля. Но я хочу сказать, когда ты приезжаешь в такого рода места, как, ну, допустим, Намибия, да, вот эти африканские красивые страны, или Чили, где исключительно ты собираешься смотреть природные красоты, в общем-то, по большому счёту, переплачивать за отель нет особого смысла, так как ты в нём попросту не находишься. Никогда. Ты приходишь только переночевать. И всякого рода вот эти спа, различные пространства для отдыха, ты ими не успеваешь воспользоваться. Короче, поскольку здесь идёт кислородное голодание, я буду несколько такая вялая, с безжизненным голосом. Ну да бог с ним. Короче, переезд, значит, девочка пишет, живу в ЕС, здесь очень сильная русофобия. И как вообще, как не разрушиться в таком обществе? Переезд пока невозможен. Значит, смотрите, какая интересная штука. Плюс-минус, конечно, русофобия наросла очень много в каких странах, и welcome to Латинская Америка. Все страны Латинской Америки практически, они очень такие дружественные, поэтому вы можете спокойно себе позволить приехать и в Чили, и в Аргентину, и в Мексику, и в Эквадор. Пожалуйста, Боливия. Всё открыто, наш красный паспорт везде вас ожидает. Но поскольку речь сейчас не об этом, а речь немножко о другом, всё-таки человек живёт, допустим, в этой стране, не дай бог, это Германия, они вообще терпеть не могут русских, или Польша, что ещё хуже. Я бы порекомендовала понимать вот эту острую ситуацию, что она пройдёт, что либералы сейчас не замечают противоречия в собственных действиях. И мы сейчас, русские, понимаем, каково это, когда ты чёрный, и тебя не пускают в автобус, потому что неграм в автобус заходить нельзя. Или евреям после семи часов вечера нельзя выходить из их Житковского района. Мы сейчас понимаем вообще, каково это. И это делают либералы, понимаете? Вот те самые очень такие справедливые и добрые люди. Так вот, во-первых, я хочу успокоить, что это всё-таки ситуация временная. И я надеюсь, в скором, вообще будущем, она разрешится и будет для всех, для тех же, как бы, таких вот свободолюбивых людей выглядеть очень очевидно. Так вот, хотя, несмотря на то, что у них такое очень замедленное признавание реальности, да, вот с этим Байденом, ну всё, человек болен. Ну отпустите дедушку. Ну там уже деменция настолько спрогрессировала, что он ходит в памперсе, он не понимает, что он говорит. Но либералы до последнего держатся и не желают замечать. Поэтому у них, конечно, туго открываются вообще какие-либо двери понимания внутреннего. Хорошо, возвращаясь к этой теме русофобии, я хочу сказать, что есть те области, которые попросту стараться надо избегать или делегировать. То есть если вы знаете, что вам не продают эту одежду, эту сумку, ну уже не надо идти, соответственно, в бутик, понимая, на что ты нарвёшься. То же самое касается каких-то школ. То есть старайтесь вот на вот этот острый период всё-таки кучковаться вместе. Вот в этой русской тусовке. Потому что я, вспоминая даже жизнь в Майами, могу сказать чётко, мне американцы были не нужны. Я их там в упор не видела. У нас настолько была вот своя советская, именно советская своё комьюнити, в котором мы варились. И у меня все были русскоязычные. Это был и Казахстан, и Белоруссия, и Украина. Там были все, понимаете. Все говорили на русском, никто не обращал внимания, кто откуда, потому что надо было выживать. Мы продавали друг другу пирожки, у нас были свои стоматологи, гинекологи, у нас были свои юристы, мы решали любые вопросы. То есть, в принципе, в любой точке мира вы совершенно спокойная, если вы активно пользуетесь, особенно социальными сетями, и вступили во все группы, а именно это я вам рекомендую, вступить во всякого рода женский клуб, допустим, у нас в Мексике есть, и так далее, русские в Мексике, или где вы живете, русские там-то. И когда вы сообща держитесь, это значительно упрощает жизнь и минимизирует общение с местными. Вплоть до того, что человек вообще годами живет и не знает, как на Брайтон-Бичу люди по 30 лет живут, не знают ни слова по-английски, потому что ему это не нужно. Он всю жизнь вращается в этой русскоязычной среде, и его все устраивает. У него нет никаких проблем. Я не знаю, как тут освещение, но, короче, пытаюсь как-то так спрятаться. Соответственно, у него нет никаких проблем, и все в порядке. И вот я вас к этому призываю. Пока есть такой очень непростой сегодня период для нашей жизни, для всех для нас, и даже для тех, кто живет в России, на самом деле, затруднились все эти поездки, все эти возможности. Если честно, я вот смотрю на богатых людей и думаю, ну хорошо, ну ладно, бедный человек, он не может себе позволить ничего, кроме Египта и Турции. Ну столько богатых русских ездят в одни и те же страны. Эмираты Мальдивы, Эмираты Мальдивы, Эмираты Мальдивы, да ё-моё, хочется сказать, да что с тобой? Ну неужели у тебя одна извилина? Ну мир огромный. Как ты можешь выбирать в 148-й раз ехать в Эмираты или налететь на Мальдивы? Ну это как бы расписаться в собственной имбецильности. Вы понимаете? Это невероятно. А потом я повторяю, что Латинская Америка, она настолько недооценена по своим природным красотам. И вы как бы имеете на вооружение, что мир на самом деле огромный. И не надо... Мне все говорят, Вероника, почему-то мы тебя давно не видели в Америке и в Европе. Значит, в Америку сейчас визу получить крайне трудно. Я даже не пытаюсь, я понимаю, что это сразу отказ. Второе. Европа от меня никуда не убежит. То есть, если её не сожрут мигранты, это такой как бы пенсионерский отдых, который ты успеешь всегда. А вот, например, сползить на какую-нибудь высоченную радужную гору где-нибудь в Перу на 5000 метров над уровнем моря нужно сегодня. Потому что я понимаю, возможно, там в 60-70 лет нет таких уже физических сил выдержать горную болезнь, кислородное голодание. Правильно? У меня просто ледяной стул. А Европа, я обожаю Италию, я обожаю Францию. Это две мои любимые европейские страны. Но я понимаю, что она никуда не денется. То есть, она вот такая незыблемая. И поэтому вот так. Соответственно, ну и очень сильно усложнились сейчас опять же вот эти визовые вопросы. То есть, туда не так-то просто попасть опять. Ну, в общем-то, можно получить визу. И во Францию можно получить визу и в Испанию. Но сейчас почему-то я понимаю, что как бы вот есть другие восхитительные места. Восхитительно. Про Америку я вообще молчу. Мало того, что сейчас это не лучший период для Америки. Она претерпевает не лучшие свои времена. И наслаждаться сейчас, например, моим любимым Нью-Йорком. Я очень люблю Нью-Йорк. Нью-Йорк – это как бы один из любимых городов мира. Первое место – это, конечно, мой Санкт-Петербург. Я очень люблю Париж. Я очень люблю Рим. Но Нью-Йорк – это вот входит вот в пятерку моих самых любимых городов. И то, что сейчас происходит с Нью-Йорком, я не очень хочу это смотреть. Я лучше чуть-чуть пережду, когда там поменяется власть, когда там более-менее все почистится, нормализуется, уйдут эти крысы, бомжи, наркоманы. И я приеду с удовольствием. Не сегодня. Плюс, опять же, повторюсь, вот этот визовый режим, он такой не супер... Пытаюсь убежать от солнышка. Не супер, да, так сказать. Вот, следующий вопрос. Так, можно ли стать успешной с домашним тапочком? Еще как. Под домашним тапочком, я так полагаю, девушка подразумевает прежде всего вот такого несколько пассивного человека, которого трудно вообще на что-то сподвигнуть, который выбирает лишний раз остаться дома, не проявлять себя, не заявлять о каких-то своих ярких целях, отсутствие вот этих вот амбициозных планов, да. Соответственно, как раз-таки домашний тапочек это лучшая база, в которой можно и нужно расцвести, потому что он, первое, с вами не конкурирует, поскольку он эмоционально довольно такой, да, в этом плане стабильный. Нет вот этой какой-то внутренней такой потребности дерзко брать от жизни все, да. Домашний тапочек – это да ну, не пойдем, да ну, давай лучше дома останемся, пиво, чипсы, включим классный фильм, посмотрим. Так вот, этот человек может вас очень сильно поддерживать, если в нем это есть, конечно, да, домашний тапочек, домашнему тапочку рознь. Этот человек может вас выслушивать, он может вам что-то рекомендовать, он может вас поддерживать, он может повышать вашу самооценку, он может быть с вами рядом тогда, когда это нужно. То есть это как раз может быть очень такой серьезный фундамент, который многие люди недооценивают. К примеру, если я сейчас возьму вам несколько обратную ситуацию, где муж активный, а жена домашний тапочек. Ведь без такой женщины ему гораздо сложнее было бы достигать своих успехов. Согласитесь. Почему? Потому что дома тот тыл и то спокойствие, где он получает равновесие, где он может восстановиться, восполниться внутренними силами и ресурсами и продолжить делать и совершать свои подвиги дальше. Вот все то же самое, в принципе, я не говорю о том, что ваш муж домашний тапочек непременно должен быть домохозяином. Нет. Он абсолютно спокойным может быть и программистом, опять же, помогать и продвигать ваш продукт. Сегодня любой человек может продвигать свой продукт и представлять себя, заявлять о себе в интернет-пространстве. И как раз вот этот муж домашний тапочек тире программист может прекрасно этому поспособствовать. Соответственно, вы от этой идеи и отталкиваетесь, что за яркой, сильной личностью вне зависимости, будь то мужчина или женщина, как правило, не говорю, что всегда, как правило, стоит теневой, очень такой базовый, основательный персонаж, который, в общем-то, на котором всё и держится порой. Вот не будь этой земли, всё как будто бы рухнет. И, соответственно, вы, пожалуйста, выписывайте сильные стороны вот этого домашнего тапочка. Вы же не просто так себе не выбрали какого-то алиса самца, павлина, яркого мужчину, да? Вот такого с желанием постоянно говорить, и я, а я туда пришёл, а я не собираюсь, а у меня свои принципы, а у меня свои ценности, и-е-е-е-е, головка от ху-е-е. Вы же такого себе не выбрали. Почему? Вам некомфортно с таким. Потому что вы чувствуете, что как будто бы вас подавляют, вы становитесь домашним тапочком, вы становитесь молью. А у вас есть, собственно, эго, и оно разрастается, оно хочет жить и расцветать. А рядом с таким павлином тяжело расцветать, потому что тут как будто бы сразу прячешься в какую-то тень, заходишь в какой-то шкаф. А это то, чего вам не хотелось бы. Соответственно, вы не просто так и выбрали этого домашнего тапочка, потому что нужен вот этот какой-то комфорт, уют, неспешность. И более того, домашний тапочек, он хорошо нейтрализует любую тревогу, любое беспокойство. То есть ты понимаешь, что, о, вот я сейчас домой приду, и всё будет спокойно и хорошо. Не будет этой встряски, не будет этой обиды, не будет этой злости, не будет этой ревности. Я прячусь от солнца, как могу, но уже не знаю, как от него убежать. То есть этого всего не будет, потому что, ну, будет всё гораздо проще. Всё гораздо будет проще. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы переоценили это. Может быть, это звучит не так громко, как бы не так ярко, не так звучно, да, как то, что у меня муж, вот тут он бизнесмен. Яна Брамов, я почему-то сейчас Алсу вспомнила. Мой муж бизнесмен, он такой занятый человек, приходит 2 часа ночи. Муж бизнесмен, где-то он в 2 часа ночи, все офисы давным-давно закрыты, да. Поэтому, вот, ещё раз оцените, выпишите, какие плюсы и преимущества этого, потому что, когда это всё не озвучивается, оно куда-то затаптывается в подвал и не выходит в поле осознанности, а как бы понимания того, что на самом деле вас окружает. Когда же вы это прописываете, а тем более это проговариваете вдруг вслух, то вы понимаете, о, ведь я живу с тем, с кем мне удобно, комфортно для того, чтобы расти и процветать. Так, боязнь не выйти замуж, навсегда остаться одной. Как с этим бороться? Доходит не до нормы. Вот этот вопрос, я хочу вам сказать, сейчас очень остро встаёт не только в России. Он очень остро встаёт по всему миру. Во-первых, всё мало того, что очень сильно автоматизировано, дико, и нет уже необходимости у людей связывать себя узами брака. То есть, если ранее мужчина имел потребность сделать свою жизнь комфортной и удобной, и это был главный мотив жениться, то сейчас в этом нет никакой необходимости. И у него есть стиральные машины, у него есть домработницы, у него, в общем, всё делается за него, есть кафе, рестораны и прочее. Второе, очень сильно, в силу того, что испортилось питание, оно стало невероятно химическим, у мужчины упала либидо, у мужчины упала потребность вообще. В романтике это всё ушло на самом деле. И очень сильно разрослось в силу пропаганды, в силу отсутствия. Ну, в общем, как бы это таким клубком тащится, да. То есть, у мальчиков нет интереса к девочкам, у них этого интереса или нет никому, да, в силу сниженной потенции вообще какого-то желания заниматься сексом. Или он хочет своего друга. Вот всё как бы свелось к этому. Соответственно, это всё становится значительно сейчас проблематичнее, значительно сложнее. Возвращаясь, как бы я сейчас просто, ну, немножко обрисовала картину, как обстоит дело и почему это трудно. Я хочу как бы немножко вас успокоить, сказать, что это не в вас дело, да, что сейчас очень многим девочкам тяжело, в какой бы стране ни находились, с каким бы прекрасным характером они ни были, как бы великолепно они ни выглядели, всем очень трудно выйти замуж и создать свою семью. Очень трудно, очень непросто. Поэтому, конечно, это просто вот, ну, такая небольшая ремарочка, так сказать. Если же говорить более детально и приступать непосредственно к делу, во-первых, не ограничивайте себя какой-то местностью, выберите весь мир, потому что есть очень много стран, в которых мужчины преобладают в своём количестве, в отличие, допустим, от России. Есть очень много восточных стран, особенно можно выбирать, допустим, те страны, которые уже, ну, такие светские. Я как бы не говорю про Турцию, ну, нечто такое, да, вот у турков. Очень много девочек, у меня среди моих пациенток очень много девочек, удачно вышли замуж, на самом деле, за турков. Вот с арабами всё сложнее, там совершенно такая слишком тяжёлый менталитет, слишком разные взгляды на жизнь, а турки, они такие довольно, ну, скажем, по моей статистике, турки более, более стабильные браки, допустим, да, вот этот вот момент хочу сказать. Поэтому я к тому, чтобы вы расширили, так сказать, поле своего поиска. Поэтому дальше обязательно зарегистрируйтесь во всех социальных вот этих платформах для знакомств обязательно, но имейте в виду, что нужно быть чрезвычайно внимательным. Там дикое количество каких-то прохиндеев, первертов, мошенников, обманщиков, то есть не надо, как бы всегда будьте на чеку, никогда нельзя расслабляться, и уж тем более, если начинаются такие вещи, переведи мне на карточку, там, 300 долларов, я завтра тебе отдам, или я служил в Афганистане, и сейчас воспитываю сына. Вот это вот самое популярное письмо, которое получала даже моя мама в свои 60 лет. Вот так, вот таким вот образом. Далее, обязательно, конечно же, нет места на карте, каким-то образом заполнилась моя память. В общем, на путстве поменяйте, пожалуйста, среду обитания, то есть пусть вокруг вас исключительно фигурируют мужчины. Я это миллиард раз говорю, и не перестаю об этом говорить. Коллектив старайтесь менять вплоть до того, что идите в МЧС работать, в полицию, в пожарную, идите работать там, где очень много программистов, там, где действительно какая-то военная, среда, то есть там, где много вот этого тестостерона. Не в бабских коллективах надо тереться, а именно идти по направлению к мужчинам. И, конечно же, проработать все равно именно с психотерапевтической точки зрения вот эту саму конфликтную проблему, как будто бы что и в чем моя выгода, по какой причине мне нравится на данный момент быть в одиночестве. В любом случае, вот эту вторичную выгоду, эту составляющую тоже имеет смысл отслеживать и тоже ее анализировать, моя любимая. Я вас целую и обнимаю. Обязательно подписывайтесь на все мои социальные сети, которые только есть, они будут указаны в описании. И всех вас я жду в своем телеграм-канале. Там я пишу много, дико всего полезного и суперинтересного. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok